Продолжаем выпуск. В мире медицины в течение уже нескольких лет существует тренд проведения гибридных операций, которые позволяют на одном органе или нескольких органах одномоментно делать сразу несколько видов хирургических вмешательств. Такой метод эффективен, так как отпадает этап ожидания, а время в таких случаях критично. Уникальная в своем роде операция успешно проведена в Узбекистане. За ее процессом наблюдала и наша съемочная группа. В сердечно-сосудистые заболевания бич современного общества печально, но инфаркты молодеют и влекут за собой сердечную недостаточность проблемы с почками. В результате человек с больным сердцем гораздо быстрее теряет молодость и силы. Качество его жизни снижается. Самая частая причина инфарктов и инсультов – сужение сосудов из-за отложения на их стенках холестерина. Очистить их от холестериновых бляшек можно только хирургическим путем. Но при сопутствующих патологиях требуется целый цикл операций. Безусловно, это нагрузка для пациентов. Поэтому в данном случае врачи нашли эффективный метод, откорректировав в ходе оперативного вмешательства работу сразу трех компонентов сердечно-сосудистой системы. У пациента 74 года после мультифакального атмосфероза повреждение утренней сонной артерии справа и слева. Справа 98, слева 74% сужения. И одновременно сужены коронарных артерий 90-85% правой и левой коронарной артерии. И в третьей степени отрестатичных поражения сужения ауртальным клапаном. А если мы оперировали поэтапно, у этого пациента могли бы случиться осложения со стороны, например, головного мозга, инсульт, или со стороны сердца и инфаркт миокарда. Поэтому в этих случаях показано одновременно оперирование и коронарных артериях, и сонных артериях, и клапанных сердцем. Уникальность в том, что такие большие операции выполняются в очень развитых странах и больших клиниках. Это наш пациент на второй день после хирургического вмешательства. Такая операция проведена впервые не только в моей практике. Но, думаю, это не будет преувеличением в истории отечественной кардиохирургии. Состояние пациента стабилизируется. Со дня на день его переведут из реанимационного отделения в палату, а на седьмые сутки он уже может быть выписан домой. В его случае заснул на операционном столе больным, очнулся здоровым. Зато оперировавший его доктор медицинских наук Рустам Юрбеков хорошо помнит все мельчайшие детали операции, равно как и этапы своего профессионального становления. После окончания в 2003 году Ташкентского медицинского института он с 2004 по 2006 год учился в ординатуре в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Российской Федерации. После защиты докторской диссертации работал там несколько лет, прежде чем вернуться на родину высоко квалифицированным специалистом. Впрочем, о себе доктор говорит мало, гораздо охотнее о прошедшей операции. Схематически вот так пережимается внутренняя сонная артерия, наружная сонная артерия, общая сонная артерия. Вот открывается артеротомия внутренняя и наружная сонная артерия, и изнутри мы убрали вот такую тромбированную бляшку. А это внутренний шунт. Во время операции, чтобы головной мозг кровоснабжался, мы ставим вот такой внутренний шунт, и мы спокойно в течение 15-20 минут проработаем с этой артерией. И у пациента вот тоже. Потом артериотомический разрез, сетительской заплатой. Это только первый этап. На втором заменен поврежденный артальный клапан. Важная деталь. На его место имплантирован биологический, из натурального материала, с тем, чтобы избавить в будущем пациента от постоянного приема антикоагулянтов. А третий этап операции выполнен уже на работающем сердце, что позволяет пациенту быстрее восстановиться и избежать осложнений. Последние 3-4 года в развитии кардиохирургии в Узбекистане подъем во всех филиалах областей Республиканского отдела центра установлен ангиографическая установка. Это привело к тому, что во всех областях начали ранние диагностики инфаркта миокарда и стенокардио. Во время отправляют пациентов в кардиохирургическую клинику. И не только в Ташкенте. В областях тоже выполняют очень много сложных высокотехнологичных операций. Вот недавно в Кашинском филиале кардиологии выполнено несколько операций сочетательные. Одновременно метральный клапан, аортальный клапан и аортокардинал шутерин. Несмотря на все вышесказанное, любое даже самое высокотехнологичное хирургическое вмешательство связано с определенными рисками. Поэтому врачи не устают повторять, что в наших с вами силах помочь сердцу быть здоровым, отказавшись от курения, соблюдая режим сна и питания и не пренебрегая физической активностью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...